не но это точно надо это абсолютно причем даже не для первой квартиры а для и любой квартиры всегда надо знать но мы будем говорить сегодня именно о покупке первой квартиры у нас в гостях руководитель филиала новосибирского агентства недвижимости ольга пружковская доброе утро доброе утро александр доброе утро и длина здравствуйте уважаемые радиослушатели а радио прям так подробно понимаете подход какой теперь что касается квартир с чего вообще начать но понятное дело что с денег захотеть захотеть да и соответственно на какой-то капитал на абсолютно согласна с вами вообще покупка первой квартиры это конечно значимый процесс приятный процесс но в то достаточно серьезный я бы хотела рассказать о технологии все-таки приобретение квартиры и для начала озвучить следующее нужно определиться каких целей вы покупаете жилье планируете ли вы сами там жить либо планируете сдавать в аренду и следующее вложение какую-то да да то есть либо это будет аренда либо это инвестирование ваших денег а либо будете там сами проживать а следующее это все-таки выделить основные характеристики к вашему будущему жилью для себя чтобы понимать что для вас важно насколько приоритет на чем все-таки он следует остановиться это все-таки определить район города насколько он для вас важен то есть нужен вам тихий спальный район или это должна быть динамика какая-то наличие транспортной развязки линии метро тоже важно для вас или нет может быть для вас важнее наличие парковой зоны и вас есть личный автомобиль может быть школа инфраструктура до магазины то есть вот эти все моменты потом определиться с количеством комнат какой этаж и будете рассматривать первый этаж который не совсем любят все-таки нет вот уже потому что это может быть приобретение квартир для пожилых людей это может быть приобретение квартиры для семьи где есть маленький ребенок и удобно будет гулять не зависит от работы лифта соответственно что еще ну конечно можно для вас должна большая кухня или наличие балкона или пожелание чтобы дом он стоял вдали от дороги то есть вот эти все приоритеты среду с ними определиться и еще такой момент все таки чтобы хотели приобрести вторичное жилье или новостройку здесь тоже есть свои различия есть свои нюансы ну и того если вы эти все моменты определили дальше конечно определиться где мы будем брать деньги и сколько или какой бюджет мы планируем задействовать самый легкий вариант это наличные деньги а второй способ расчета это ипотека то есть сейчас конечно много граждан берут ипотечный кредит сегодня достаточно это взять в принципе несложно остатки очень приятные поэтому тут следует конечно еще озаботиться тем чтобы сходить в банк проконсультироваться вообще можете ли вы рассчитывать на выдачу этого кредита и в итоге определить какой бюджет у вас получится следующий момент это решить самостоятельно ли вы будете приобретать квартиру искать оформлять либо обратитесь за услугами к риэлторам здесь конечно есть свой плюс то есть обращаясь в агентство недвижимости вы экономите время силы нервы а получаете гарантированную юридическую проверку объекта это очень важно это да безусловно потому что это самая дорогая наша покупка недвижимости но есть один минус вам нужно учесть статью расходов то есть вам нужно будет оплатить за услуги риэлтора если вы предпочитаете делать это самостоятельно то следующий момент нужно определиться все-таки ваш желаемый объект сколько сегодня стоит на рынке нужно проанализировать цены для этого нужно пойти конечно в основном в интернет на электронной площадке анализировать какие квартиры продаются по какой стоимости совет такой конечно есть квартир очень дешевые но тут может быть такой момент что если квартира дешевая значит не все в порядке либо документами либо о состоянии у квартиры из ее прошлом и если цена завышена то тут тоже продавцы могут надеяться на то что он найдется все равно такой дурачок поэтому вот тут очень важно разогнаться в сценах еще раз хочу кстати уточнить что цена предложения это не всегда цена сделки то есть то что мы видим в объявлениях на предложение какова цена сделки ну это аналитика она отсутствует так скажем получить опять же ее можно в крупном агентстве неверимости которая все-таки анализирует и может предоставить такую статистику следующий момент это конечно выбранные квартиры нужно прозвонить посмотреть договориться итак при прозвонке что нужно уточнить соответствует ли цена в объявлении настоящей цены сколько собственников квартире готовы ли документы подходит ли она под ваш вид расчета а и посмотрев квартиры нужно теперь закрепить ваше отношение с продавцом желательно предварительным договором на словах это как-то вот все на словах предварительный договор он подразумевает передачу задатка за выбранный объект и обязательства сторон продавца продать данный объект в указанном сроке и именно вам а покупателя купить и если одна из сторон откажется от сделки то она несет ответственность материально в данном случае то есть продавец возвращает задаток в двойном размере покупатель при отказе от сделки теряет свой задаток задаток также предварительном договоре существенными условиями является цена квартиры выбранный объект характеристики также там указывается схема расчета это тоже очень важно потому что тут следует договориться как вы будете рассчитываться передавать все деньги в день сделки либо частями либо в рассрочку то есть варианты возможны различные следующее что еще предварительном договоре совета указать это наличие или отсутствие зарегистрированных лиц и обязательство поднимать услуг учета это очень важно а также порядок освобождения квартиры подачи ключей такой вот важный момент и если вы это сделаете самостоятельно все это учтете это быть прекрасным давайте прервемся ненадолго да и потом продолжим разбираться руководитель филиала новосибирского агентства недвижимости ольга пружковской у нас в гостях мы разговариваем о покупке первой квартиры да и вот очень часто люди сталкиваются с какими-то неприятностями в этом процессе мы сейчас хотим все-таки у ольги узнать что это могут быть за неприятности у вас опыт-то все-таки большой да и как с этим бороться подстраховаться на что следует обратить внимание конечно при покупке квартиры следует обратить внимание сколько собственников если среди них несовершеннолетние дети если есть дети то соответственно требуется приказ органов опеки встречной покупки возраст продавцов тоже имеет значение продавцы или квартиры по доверенности доверенности доверенность может быть отозвано скажем существующие существует ли еще на ответе доверитель и много таких моментов может быть да которые могут потом повернуть человек потом конечно да а может быть все таки квартира приобретена но не оформлена до конца таких документов предположим квартиру приобрели на супругу в браке затем муж умирает и супруга продает свою квартиру но здесь нужно оформить для этого наследство так как по законодательству одна вторая доля этой квартиры лежит мужем соответственно нужно оформить наследство потому что есть еще дети которые имеют обязательную долю и так далее а также могут быть прописаны какие-то лица это могут быть временно суждены осуждены и временно стоящие на регистрационном учете то есть это нужно все проверить опять же наличие перепланировки тоже очень важно какая перепланировка сделана узаконена она или нет? да, сравнить состояние квартиры сейчас и техническими документами и посмотреть соответствуют ли узаконены или нет а куда это обращаться нужно обычному человеку вот самостоятельно чтобы это узнать информацию? ну у продавца должна быть техническая документация которую он получает в БТИ если ее нет то продавец ее может заказать именно в БТИ и получить и предоставить покупателю если он это делать не хочет с ним лучше не связываться? ну тут решает конечно покупатель но если вы видите что явно была перепланировка то берете просто на себя время оформления этих документов в дальнейшем если вы хотите заказать квартиру то есть не всякую перепланировку еще можно узаконить ну да то есть таких моментов очень много еще бывает что продавец приобретал свое жилье за средства мат-капитала по условиям приобретения и использования мат-капитала он должен туда включить детей по каким-то причинам он этого не сделал да и обитательно нужно включить и тут уже получается задействованы органы опеки или покупал квартиру по ипотеке рассчитался, не рассчитался он с банком тоже нужно запросить документы и проверить еще такие моменты что сейчас Росреестр, налоговая служба и служба судебных приставов все это очень тесно и взаимосвязано и соответственно если у продавца есть какие-то либо задолженности взыскания судебные то на его имущество может быть наложен арест в любое время то есть тут нужно прямо проверять и в момент передачи задатка и перед сделкой перед какими-то выплатами нет ли ареста на данную квартиру по каким-то обстоятельствам то есть вот такие моменты основные чего нужно знать и проверять ее по факту то есть я бы посоветовала это сделать именно на предмет юридической чистоты квартиры вот так же в принципе еще такой момент что сейчас часть дела подлежит к нотариальному удостоверению то есть если собственников более одного то есть режим общей долевой собственности или есть дети несовершеннолетние и лицо под опекой это все еще проходит через нотариуса то есть это тоже нужно понимать и нотариус может тоже заплатить дополнительный пакет документов то есть вот достаточно много всего сейчас рассказала и самому когда ты это все-таки делаешь я бы советовала хотя бы заручиться поддержкой какого-либо юриста обязательно потому что сложно иметь такой опыт когда ты это делаешь первый раз я бы честно не рискнул сам а есть какая-то статистика может быть кто все-таки вот чаще покупает первое жилье сейчас в наше время ну могу сказать статистики как таковых цифр не приведу но скажу следующее что в основном это конечно молодые семьи да первое жилье это как правило молодые семьи это квартиры студии однокомнатные квартиры значит родители для своих детей студентов вот сейчас начнется у нас сезон сентябрь будут приезжать желательно под ключ чтобы уже не заниматься да конечно да в этом плане конечно то есть в основном первое жилье это на старте жизни так скажем вот уходят люди от аренды не желают платить за аренду альтернатива взять ипотеку и гасить ипотеку этими же деньгами вот соответственно в основном это вот такой клиент сейчас приобретает первое жилье как стартовое жилье так скажем в дальнейшем конечно люди стараются улучшить свои жилищные условия есть какие-то районы которые сейчас наиболее пользуются спросом у именно таких людей которые первую квартиру покупают ну вы знаете все зависит от все таки бюджета я бы сказала ну и в связи с этим показателем тоже да то есть если бюджет так скажем в районе миллиона миллион пятьсот то это в основном квартиры студии но квартиры студии это все таки районы не центра города а если бюджет побольше то конечно люди стараются выбрать квартиры опять же предпочтительно более новые дома с хорошими транспортными развязками соответственно как то вот уже новое жилье конечно достаточно активно появилось в нашем городе много очень было введено в эксплуатацию новых домов поэтому конечно оно приоритет я думаю что это не последняя наша встреча с Ольгой вторую квартиру тоже кто-то покупает как избавиться от частного дома и так далее много еще вопросов и интересных тем сегодня к сожалению время заканчивается но это еще не все оля ну как и всех мы просим вас рассказать какой-то забавный случай интересную историю из жизни да хорошо я расскажу такие моменты из своей алтарской практики то есть у меня встречались такие клиенты которые в качестве требования к жилью еще выдвигали например чтобы входная дверь квартиру была расположена на определенной стороне по фэн-шуй то есть если входная дверь не в той стороне света то мы не ходили на просмотр только из-за этого либо личный астролог сказал что вот в этот период ты должен именно выбрать квартиру если это будет днем позже то все жди следующего момента следующего года наверное когда замкнется цикл то есть это касалось и номеров квартир тоже еще был такой забавный момент заходит в офис пожилая женщина ну очень такая пожилая такая вот тросточка такая все риэлторы конечно сосредоточены уснулись на компьютеры но работают дежурный вздохнул и приглашая клиентов на общение оказалось что бабушка владелица двух очень дорогих квартир в центре которые они желают продать и купить одну большую в новом доме ну все кто в этот момент работал из компьютера пожалели об этом а эта женщина она стала постоянной клиенткой продала купила квартиры и потом уже рекомендовал там своим детям друзьям и знакомым так что вот мы этот момент вспоминаем и вот еще раз это говорит о том что внешний вид клиента не судите не судите это может быть та счастливая звезда которая сегодня может вас быть здорово у нас в гостях была руководитель филиала новосибирского агентства недвижимости Ольга Кружковская еще раз благодарим спасибо большое всего доброго спасибо спасибо